коллеги всем добрый день давайте проверим связь как меня слышно видно спасибо большое вижу что меня не слышно и видно спасибо итак коллеги сегодня у нас вторая встреча по технологическому проектированию склада первая встреча у нас состоялась на прошлой неделе сегодня мы завершаем цикл встреч по технологическому проектированию как раз вторым вебинаром так сегодня я также как и в прошлый раз постараюсь занять не более 40 минут 5 минут вводная часть основной доклад 30 минут и ответы на возникшие вопросы которые надеюсь появятся в конце встречи будут освещены и так еще раз кратко о компании axelot компания axelot работает на рынке автоматизации логистики я сегодня представляю левый верхний блок это логистический консалтинг это направление в компании axelot компания axelot уже 24 года на рынке реализует 100 проектов в год представлено в 60 странах своими проектами аттестована по системе iso а также каждый пятый проект который реализовывает компания axelot происходит с консалтингом и так содержательная часть на прошлой встрече мы уже прошли первый блок общая информация на котором я рассказал кто делает проект когда делает проект в каком случае какие результаты и эффекты от проекта получает заказчик также на прошлой встрече успел пройти этап проекта номер один причем не через обучение ведения аналитики сбора данных и так далее а именно через ограничения через условия товаров условия и ограничения периметра застройки условия ограничения финансовые субъективные и эффективные так далее то есть именно через призму ограничений сегодня мы пройдем Второй, третий, четвертый этапы проекта. Также поясню и покажу итоговые документы. Ну и в течение сегодняшней презентации также буду приводить разные примеры из практики. Итак, этап номер два. Технологического проектирования склада. Напомню, состоит проект из четырех этапов. Этап номер один, он ключевой. В нем мы получаем максимальное количество информации о товаре, о грузообороте, о требованиях бизнеса, о возможностях бизнеса, о требованиях клиентов, которые предъявляют свои определенные требования к товару, к его скорости подбора, к его качеству, к его объему. То есть заказ может быть там один кубометр, да, может быть 60 кубометров. Так вот, именно выявив все ограничения на первом этапе, мы уже используя их приступаем к работе, скажем так, расчетной части. И первая из расчетных частей – это этап два, на котором мы разрабатываем как минимум два концепта развития склада. Состоит этот этап из расчета целевой площади и емкости, разработки двух концептов, ну и непосредственно обоснования и сравнения между собой этих двух концепций развития склада. Итак, чуть детальнее, что есть определение площади и емкости зон. Мы знаем, какие товары входят в склад, мы знаем, какие товарные группы образуются этими товарами, мы знаем, сколько… Да, кстати, давайте сразу же проговорюсь. Мы, конечно же, на первом этапе, как я и говорил, мы не только узнаем цифровые данные, мы еще их верифицируем, то есть проверяем на предмет актуальности. Но все эти данные – это прошлое, это ретроспектива. Эта ретроспектива нам выявляет какой-нибудь оптимальный месяц, по которому мы будем планировать будущее. Причем не просто месяц, допустим, июль 2021 года, а месяц, неделя и конкретный день. Для того, чтобы именно увидеть суточный эталон работы склада. И вот этот эталон, на него уже накладывается призма будущего, то есть собственник или директор по маркетингу, или директор по логистике, знают, как будет бизнес выглядеть в 2025 году. Я сейчас специально говорю про 2025 год, чтобы именно о будущем сейчас начать размышлять. как будут трансформироваться клиенты, какую категорию клиентов отдел маркетинга будет охватывать к 2025 году. Это будут оптовики, или это будут дистрибьюторы, или это будут физические лица. И вот именно эти требования, эти требования бизнеса из будущего, они как раз и дают нам определенную корректировку тех данных, которые мы получили, исходя из ретроспективы. И на какое-нибудь, мы предположим, 15 июля 2025 года, мы как раз и начинаем строить технологию именно вот этого дня, технологию будущего дня работы склада. Так вот, мы знаем 15 июля 2025 года, какими характеристиками будет обладать входящий поток, фурами будет входить, газелями будет входить, палетная это будет приемка, либо это будет коробочная приемка. Мы знаем, какие будут требования по входному контролю товаров. Мы знаем, сколько нужно будет хранить каждой категории товаров. То есть кто-то из заказчиков работает на 6 днях оборачиваемости склада, кто-то говорит, нет, мне нужно не менее 200 по каким-то категориям. И у каждого свои требования по именно объему запасов. Так вот, эти требования мы также наберем во внимание и говорим, что нужно вот такой-то категории товаров столько-то кубометров хранить, причем в таких-то товароносителях, допустим, палеты. А вот такой-то категории нужно будет хранить в коробках вот столько-то кубометров. Но вот такая-то категория только штучно поступает и хранится, и для нее нужно предусмотреть объем хранения вот столько-то кубометров. Каждая категория товаров накладывает свой отпечаток на объем хранимого. Также точно каждая категория товаров накладывает свой отпечаток на будущую систему подбора товаров, именно на систему и на технологию, возможную для использования в этом подборе. У кого-то из заказчиков, недавно мы совсем были на складе, у него до января месяца палетная приемка, палетное хранение, палетная отгрузка. Секундочку, прервусь на ответ. Коллеги, я рассказываю сейчас не о столько складе 3PL-оператора, сколько о возможности спроектировать собственный будущий склад. Мы как раз занимаемся технологической частью проектирования складского хозяйства. Это может быть 3PL-оператор будет нашим заказчиком, может быть это будет автопроизводитель, может быть это будет сеть аптек. То есть из любой отрасли любой заказчик может обратиться к нам за этими расчетами, и мы сможем произвести технологическое проектирование будущего склада. Наверное, не столько о методологии я сегодня хочу рассказать, сколько именно о ходе проекта через выявление ограничений и условий товара, бизнеса, собственников и так далее. То есть да, в какой-то части о методологии, конечно же, она здесь присутствует. И ход проекта, да, именно методологический, конечно, я сегодня тоже освещу. Но именно буду стараться через призму ограничений и условий. На какой e-mail можно писать другие вопросы? Коллеги, в конце будет слайд, там будут все наши контакты, реквизиты, и телефоны, и почта. По ним вполне можно будет с нами связаться. Итак, на втором этапе, для того, чтобы понять вообще, о каких габаритах будет склад, какая его будет площадь, какая возможная высота, мы обязательно считаем, исходя из каждой товарной категории, какие размеры товарных ячеек. Прошу прощения. Да, коллеги, обе презентации мы вышлем после сегодняшней. Итак, мы рассчитали размеры ячеек под каждую категорию товаров. Мы рассчитали, сколько необходимо этих ячеек. То есть, да, я когда говорил об объеме хранимого товара, это как раз в тему, а сколько таких ячеек необходимо. И мы определяем вообще возможные релевантные системы хранения. Допустим, палетная, да, приемка, хранение и отгрузка. Для палет вполне могут быть как фронтальные стеллажи, так и глубинные, так и гравитационные и так далее. То есть, много чего на сегодняшний день придумано для палетного хранения и обработки. Однако, если у нас появляются с вами требования бизнеса, что существует очень неглубокая партия, да, то есть, партионность неглубокая, то есть, не шесть палет одной партии на складе хранится, а две раз, вторую, а если есть требования к ФИФО, а если есть еще требования к остаточным срокам годности, и не каждый клиент все сроки годности принимает, то есть, у нас с вами появляются определенные требования к доступности каждой палеты. Если такие требования есть, если они определены на первом этапе, то уже, допустим, гравитационная система под большим вопросом с точки зрения применимости, система глубинных набивных стеллажей, ну, тоже уже навряд ли. То есть, вот именно через эти фильтры, через эти ограничения, мы проводим все возможные релевантные системы и отбираем наиболее возможные с точки зрения применимости. То есть, вот и эти самые системы, допустим, это фронтальная узкопроходная, фронтальная широкопроходная и, допустим, это мобильные фронтальные стеллажи. То есть, вот эти три для образца, да, для варианта системы, они уже, обладая определенной емкостью, они также определяют определенной эффективностью использования площади склада. Так вот, давайте возьмем два концепта, да, для простоты. Это широкопроходная фронтальная система, стационарные стеллажи фронтальные и, допустим, система мобильных фронтальных стеллажей. Каждая из них обладает своими свойствами по емкости на квадратный метр, и каждая из них уже диктует требования к той или иной площади. Так вот, если у нас сами склад еще только в стадии разработки, то мы с вами вольны решать, какой площади мы этот склад построим. Можем построить 34 тысячи квадратов, а можем 22 тысячи квадратов. То есть, именно вот эти ограничения уже диктуют нам, какую систему мы можем применять. Также мы считаем, исходя из входящего будущего товаропотока, считаем количество доков. Вот я сейчас проговорю немного и про емкость входящей, зоны входящего потока, да, зоны приемки, и про количество доков. У одного из заказчиков зарубежные поставки для того, чтобы максимально эффективно использовать кузов фуры, товар легковесный. Товар приходит в фуре навалом, да, но это не совсем правильный термин, это штабелем. То есть, все коробки не на палетах застречеванные, а от пола до потолка, от левой стенки до правой, коробки вручную в фуру были уложены. То есть, все 86, грубо говоря, кубов, да, используются. Именно поэтому вручную фуру загрузили. Фура приехала к заказчику, и первое, что нужно, это разгрузить. Если бы это была палетная приемка, нам бы с вами 30 минут вполне хватило, для того, чтобы погрузчики выгрузили фуру. Однако, если это коробочная приемка, если это не погрузчиком, не палетами, то вручную. Это могут быть, допустим, транспортеры, которые передают коробку из фуры, и там уже можно коробки складывать в зоне приемки на палеты. Но если ее нет, это значит, что нам нужно уже не 30 минут потратить, как погрузчиком, выгружать палеты, а уже порядка полутора часов. То есть, каждый док будет принимать фуру в течение как минимум полутора часов. А если еще есть требование каждую партию товаров подвергнуть инструментальному контролю до размещения, то это значит, что еще, предположим, два часа нужно будет этому товару после выгрузки находиться в зоне приемки. Вот мы с вами получаем как минимум 3,5 часа, 86 кубометров, будут занимать один док, и возле него получается одну зону приемки из одной фуры. Дальше у нас еще включается время на размещение этого товара в стеллажах. Предположим, на это еще полчаса уйдет. Поэтому вот мы получаем 4 часа, 86 кубов будут занимать вполне определенную площадь и один док. Зная объем входа, зная количество общих кубометров, зная по каждой категории товаров, какой принцип входящего товара, палетный или коробочный, мы рассчитываем, а вообще сколько площадей нужно и сколько доков нужно этому будущему товаропотоку предусмотреть для того, чтобы работа склада была эффективна, фуры не простаивали перед выгрузкой и не надо было устраивать коллапс внутри склада, потому что надо быстрее что-то куда-то разгрузить и так далее. То есть вот эти вот требования до будущего бизнеса, они как раз накладывают свои отпечатки и на емкость зоны приемки, и на количество доков и так далее, то есть и на площадь хранения, и на площадь подбора, и на площадь контроля подобранных заказов, и на площадь зоны отгрузки. То есть все эти зоны, они именно рассчитываются, исходя из будущего товаропотока. То есть вот таким образом происходит расчет площади и емкости зоны. Также эти самые ограничения, как я и говорил, выступают в качестве вообще фильтра идей. На самом деле, несмотря на то, что в проекте прописывается два концепта, в договоре указывается два концепта, возможному анализу подвергается порядка 15-17 возможных вариантов. То есть мы нашей группой в коллективе презентуем друг другу ограничения и вообще товарные потоки нашего проекта. И совместно мозговым штормом определяем, а какие могут быть вообще варианты концептов. И из всего множества идей, пропуская через фильтры, мы уже останавливаемся на двух наиболее релевантных. То есть вот эти два концепта, они уже превращаются в таблицу. Мы знаем по каждому концепту, какую площадь необходимо застроить. Мы знаем уже по каждому концепту, какие стеллажи в этом концепте будут применимы. Этот концепт сколько под собой подразумевает людей для его обслуживания и для работы склада именно с такой системой хранения, с такой системой подбора. И когда мы уже знаем, скажем так, геометрические признаки каждого концепта, то мы уже понимаем, как эту геометрию перевести в рубли. И начинаем уже считать таблицу капекс-опекс. Капекс – это инвестиционные затраты, изначальное строительство в приобретении систем, хранение систем подбора. А опекс – это операционные затраты ежемесячные. Так вот, как правило, два концепта. И второй концепт, он показывает собой, а, меньшую площадь, большую эффективность использования площади, но большие инвестиционные затраты на систему хранения, систему подбора. И тем не менее, операционные затраты при автоматизированной системе, при более автоматизированной системе, операционные затраты, как правило, выходят на первый план. То есть они ежемесячно уже оттягивают меньше финансов, чем, допустим, концепт фронтальных стеллажей, грубо говоря. Так вот, мы рассчитываем капекс-опекс, исходя именно из стоимостных показателей систем, стоимостных показателей строительства, стоимостных показателей обслуживания систем и работы, количество сотрудников, количество рабочих мест, количество техники и так далее, и так далее, и так далее. В конце второго этапа заказчику приводится таблица капекс-опекс, то есть цифровое сравнение, и наши рекомендации, плюсы и минусы каждой из систем, причем как первоначальные, так и последующие. Дальше заказчик, исходя из, опять же, своих ограничений, допустим, инвестиционных ограничений изначальных, или отсутствия таковых, исходя из наличия или отсутствия доступа до персонала, то есть кто-то говорит, у меня большая катастрофа с персоналом, я хочу как можно меньше иметь сотрудников внутри склада, поэтому хочу автоматизированный склад, хочу, чтобы у меня там были современные системы роботизированные, и вот минимизируйте мне количество сотрудников. И он принимает решение именно в пользу более автоматизированного склада. На этом второй этап заканчивается, и мы переходим к этапу номер три. На этапе номер три, после того, как заказчик выбрал уже ту систему, которую он решает в дальнейшем реализовывать, мы уже по этой системе приступаем к детализированному расчету. А именно, мы взаимодействуем со строителем, со стороны заказчика. Это тот человек, кто знает, какие есть тонкости и ограничения, и условия пятна застройки. Допустим, не так давно у нас был проект, мы проектировали склад на контур строительства, однако недалеко от этого пятна застройки проходила река. И у реки, берега, существующие сейчас, они гораздо дальше от, скажем так, будущего склада, чем бывшее русло реки, чем так называемая Старица. Так вот, отступ природоохранной зоны ведется именно от Старицы, от прежнего русла реки. И в итоге получилось, что склад пришлось смещать на 7 метров, чтобы уложиться именно в вот этот природоохранный контур. То есть, вот эти ограничения, как раз строитель, он детально уже все тонкости знает. Не только про газопровод, про скважины водные, да, и про линии электропередач, но и про более тонкие детали. То есть, у него есть уже чертеж, схему, он понимает все подземные коммуникации и так далее. То есть, для этого мы взаимодействуем, для того, чтобы контур склада не просто привязать к местности, а еще и выверить его длину и ширину. Финализируем уже в этой длине и ширине топологию складскую, какие стеллажи, какой конфигурации, в каком направлении, где в складе будут стоять. Ну и разрабатываем уже схемы товаропотока. Чуть позже на примерах решений, на итоговых документах я покажу. Также мы разрабатываем технологические операции. Мы знаем, через какие доки, сколько, чего, когда и как будет поступать, как это будет размещаться в зоне приемки. Прописываем, какие алгоритмы должны использовать кладовщики при приемке. Дальше прописываем обязательно, какие алгоритмы должны лечь в основу концептуального дизайна внедрения в МС, а именно по какому правилу должны размещаться товары в стеллажах. Какие-то товары тяжелые должны размещаться не выше третьего яруса. Какие-то товары, какой-то товарной категории должны размещаться только на третьем и четвертом ярусе. И так далее, и так далее. То есть, исходя именно из этих алгоритмов, которые мы прописываем в технологических картах, основных вспомогательных процессов, уже выстраивается будущая работа склада от входа и до самой отгрузки, до подготовки документов на отгруженный товар. То есть, прописываем все эти алгоритмы и обязательно верифицируем все наши техкарты и алгоритмы с внедренцами в МС. Для чего мы это делаем? Очень часто бывает, что заказчик хочет, чтобы у него были какие-то бизнес-процессы внутри склада, которые в стандартизированные решения в МС не укладываются. Мы обязательно обсуждаем это с заказчиком, насколько он видит, необходимо это сохранить. Предлагаем разные варианты решения его боли, именно которые он считает, что будет, если этого процесса не будет. То есть, зачастую приходим к общему мнению, что можно по-другому настроить бизнес-процессы, таким образом, чтобы они уже были включены в стандартные пакетные решения в МС. Для чего? Для того, чтобы автоматизация склада проходила в более сжатые сроки с меньшими затратами и с меньшими проблемами с точки зрения именно взлета, что ли, в МС, да, есть такой термин у внедринцев. На третьем этапе также мы рассчитываем, кроме емкости зон, кроме привязки склада к контуру местности, мы также уже детализируем количество персонала. То есть, мы знаем, на какой функции, в каком бизнес-процессе сколько необходимо производить тех или иных операций, на какое, грубо говоря, да, на какое расстояние должен ездить погрузчик, на какую высоту он должен поднимать груз, сколько таких операций он должен делать, в каком режиме времени, то ли это с 8 до 5, то ли это круглосуточно. Именно так пошагово по каждой операции, от входа, размещения, подбор, отгрузка, контроль и так далее, и так далее, то есть все эти операции мы подвергаем детальному расчету. Сколько же нужно времени, при какой производительности, какое количество людей. Также рассчитываем необходимое стеллажное оборудование, но это я ранее говорил, да, что где-то фронтальные стеллажи, где-то это может быть мезоним, где-то это может быть глубинные. Причем вот сейчас мы занимаемся проектом, в котором 5 разных систем хранения внутри одного склада. Под разные категории товаров, под разные задачи, под разных клиентов предусмотрены уже разные системы. Также рассчитываем типы и количество погрузочно-разгрузочного оборудования. Здесь важно не только знать, сколько погрузчиков нужно, но важно знать, какие они должны быть. Не в плане цвета, а в плане радиуса разворота, в плане грузоподъемности, в плане остаточной грузоподъемности на конкретной высоте обработки груза. Так вот, на третьем этапе мы завершаем все расчеты и переходим к этапу номер 4. В этапе номер 4, в последнем финальном этапе технологического проектирования, мы уже консолидируем всю информацию рассчитанную и сводим в единый документ, который может лечь уже в основу технического задания на разработку архитектурно-градостроительного решения. То есть этим документом может пользоваться архитектор, тот, кто будет уже проектировать строительную часть. В этом документе уже обозначен, какой периметр склада, такая его длина, какая ширина, где будут доки установлены, где будут маневровые площадки для транспорта, где будут площадки для стоянки транспорта. Я имею в виду транспорта не внутри складского, а именно того транспорта, который привез или отвозит продукцию. Как будет выглядеть погрузоразгрузочный фронт? Допустим, часть доклевеллеров должны быть двухметровые, часть доклевеллеров должны быть трехметровые. То есть эти вещи уже должны лечь в строительную часть, в конфигурацию пола, в конфигурацию погрузоразгрузочного фронта. Где будут стоять стеллажи, какая схема их установки, какая нагрузка этих стеллажей на квадратный сантиметр пола, какая распределенная нагрузка на пол, место и габарит административной бытовой части, антресоль и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти вещи и шаг колонн, и высоту потолков мы прописываем в едином сводном документе для того, чтобы заказчик мог уже этим документом общаться с архитектором. Вот на этом этап номер четыре заканчивается. Он самый короткий, потому как здесь расчетной части уже нет. Здесь есть только консолидация всех данных в единый документ в необходимой последовательности. И перехожу к третьему разделу, в котором расскажу про итоговые документы, какие получает заказчик по итогу нашего технологического проектирования. Ну вот вид со спутника. Вид со спутника показывает пятно застройки. Мы также видим, кроме пятна застройки, еще и саму технологическую часть предприятия. И выявляем, что вот такое-то пятно застройки изначально было предоставлено, но в то же время мы видим, что после обследования этого пятна застройки мы получаем, что есть локальные частные сооружения. Они также накладывают ограничения на возможную застройку. Поэтому мы говорим, что вот в этом углу, в левом нижнем, мы уже не можем размещать склад. Поэтому на правой фотографии мы видим, что мы склад устанавливаем на пятне застройки таким образом, чтобы соблюсти в том числе и ограничения локальных очистных сооружений. Также заказчик видит, где маневровая площадка, каких габаритов. Он видит, как будет устроено маневрирование внутреннего цехового транспорта, а также транспорта внешнего, то есть тех самых фур, которые привозят и отвозят продукцию. Детализируем расположение технологических зон, то есть показываем топологию. Вот такие периметры склада, вот так-то внутри этого периметра будут размещаться стеллажи. Вот тут зона приемки, вот тут зона отгрузки, вот тут зона хранения готовой продукции и так далее, и так далее, и так далее. То есть детализируем каждую зону, ее габариты и прорисовываем в видео каждую зону, каждый палет, каждое место хранения. Сами стеллажи, для того, чтобы было понятно, что это не просто прямоугольнички и вид сверху, мы их также и демонстрируем схему, их вид сбоку. И показываем, допустим, вот на самой левой схеме, что на первых трех ярусах будет продукция высотой 2 метра, и поэтому вот эти вот желтые ригели должны разместиться вот на такой-то высоте. Далее на четвертом ярусе продукция будет до метра восемьдесят, выше нельзя. И самый последний ярус будет метр шестьдесят. Здесь продиктовано даже не столько высотой потолка, сколько еще и весом продукции. То есть двухметровая палета весит две тонны, а метр шестьдесят палета у заказчика весила тонну двести. Поэтому чем легче груз, тем менее высокие требования к подъемно-транспортному оборудованию. То есть вот это ложится уже в топологию будущей ВМС. И эти ограничения уже вписываются в систему хранения и в систему работы программы по размещению товаров. Чуть правее другие проекты. То есть мы изображаем здесь, что, допустим, самая правая часть, первые два нижних яруса – это работа погрузчика, или ручного электрического штабеллера, палетное хранение, а выше три яруса – это мезонинная часть. Там уже коробочное хранение и подбор. То есть прописываем и прорисовываем и высоту, и ширину, и проходы, и глубину ячейок, и так далее, и так далее, каждой стеллажной системы. У заказчика появляется понимание, как будут выглядеть его стеллажи. Считаем технику, считаем количество людей. Технику, немного на ней остановлюсь. У техники есть много важных характеристик. Допустим, так называемая строительная высота или собственная высота речтрака. Речтрак высотой своих матч, как правило, имеет определенные ограничения по высоте. Так вот, если строительную антресоль вдруг по каким-то причинам спроектировать таким образом, что речтрак не сможет под нее подъехать, то мы сильно тем самым вредим складу и добавляем операции по перемещению товаров из зоны хранения в зону отгрузки. То есть важная характеристика – это высота, мы ее обязательно прописываем, грузоподъемность, причем грузоподъемность не только основная изначальная, но мы также еще и расписываем, просчитываем остаточную грузоподъемность. То есть те самые 2 тонны обычной грузоподъемности, стандартной, это уже на высоте 11 метров всего лишь тонна 200. Так вот, если нам нужно только лишь тонну 200 поднимать на высоту 11 метров в складе, это значит, что мы можем вполне такие характеристики этого речтрака использовать в будущем складе. АСТ, радиус разворота и так далее, и так далее. То есть все характеристики, необходимые для работы этой техники в этом складе, мы прописываем. Без привязки к какому-то определенному бренду или цвету важны именно характеристики самой погрузочной техники. Количество персонала. Как я и говорил, по каждой функции, от приемки, размещения, подбора и так далее, мы знаем, сколько каких операций необходимо делать, сколько времени эти операции займут, и рассчитываем, сколько необходимо людей. И прорисовываем вот такую структуру будущего склада, структуру персонала. Руководство, руководитель товарной категории, руководитель функции, то есть сколько людей, в какой функции, в каком режиме рабочем, сколько человек одновременно в одной смене будет работать, и так далее, и так далее. То есть у заказчика появляется понимание, сколько людей будет в будущем складе. Также прописываем структуру бизнес-процессов. Не только основных, но и вспомогательных. То есть кто делает, как делает, исходя из каких условий, с какими ограничениями, с какими требованиями, и с помощью какого инструмента. То есть все пошаговые алгоритмы мы прописываем для того, чтобы это могло лечь не только в основу внедрения ВМС, но и в инструкции по работе персонала в складе. То есть вот эти все операции в таком виде, предоставляются заказчику для его будущего склада. Вот основные документы, основные этапы технологического проектирования. Что в конце концов появляется у заказчика? Проработанный концепт складского комплекса с пониманием количества персонала, количества техники, какие будут потоки на складе, какие процессы в складе должны быть, и оценка будущего склада с точки зрения инвестиционных и операционных затрат. Также выжимка всего проекта для архитектора. Стоимость проекта, который я рассказал, порядка 1 750 000 рублей и длительность порядка 55 рабочих дней. Повторюсь, это полноценный от замысла, да, еще без архитектурного проектирования, технологический проект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!